Здравствуйте! Вы смотрите ЮНьюс, новости на городском телеканале ЮТВ. И для начала коротко о главных новостях нашего города. Первый заместитель министра образования проверк информацию о том, что единый государственный экзамен будет введен для четвертых классов. Не надо пугать вот этим словом, уже ЕГЭ стал пугалом каким-то, да, вот и все уже, я слышу от родителей, у меня ребенок будет в четвертом классе ЕГЭ сдавать. Да нет никакого ЕГЭ. Давайте вот вспомним, были министерские проверочные работы, помните? Были эти работы, вот аналогично по такой же схеме будет проходить испытания, проверочные испытания по двум предметам, по русскому языку и по математике. По русскому, тем более, что в формате диктанта. Сам учитель распечатывает эти материалы из открытого банка данных по часовым поясам. Сам эту контрольную проводит, сам ее же учитель проверяет и сам же вносит данные уже в единую информационную систему по результатам проверки этих работ. Никаких представителей федеральных органов, республиканских органов, никаких ревизоров, контролеров и еще каких-то там пугающих дядек, тетек не будет. Всероссийские проверочные работы четвероклассники будут сдавать 12-13 мая 2016 года. В Уфе выявлено 2500 горожан, нелегально сдающих жилье. Об этом сегодня сообщает информационный портал «Тема Уфа». Уфимские налоговые службы совместно с администрацией города за последние 9 месяцев зафиксировали 2546 фактов получения дохода гражданами от сдачи помещений в аренду. 233 человека привлечены к декларированию своих доходов, сообщили в финансовом управлении городской администрации. Общая сумма налога, поступившего в бюджет на доходы физических лиц, составила более 3 миллионов рублей. Сейчас специальные группы сотрудников, представляющих УЖХ районов, управляющих организацией жилых домов, Центр общественной безопасности Уфы анализируют все факты о сдаче имущества в аренду по заявлениям, поступивших от граждан и организаций. В Уфе рядом с филармонией по адресу Гоголя 58 планируют построить многоуровневую механизированную парковку. Соответствующее постановление о проведении аукциона на своем сайте разместила администрация города. Документ подписан мэром города Ириком Елаловым. Под офисное помещение запланирована площадь около 2000 квадратных метров. В условиях аукциона отдельно прописано, что на участке растут 24 яблони, которые застройщик должен будет пересадить в другое место, согласованное с администрацией Ленинского района. Уфимская администрация прокомментировала внутреннее письмо, которое было разослано администрации Калининского района предприятием. В письме говорилось, в частности, в связи с активизацией деятельности Международной террористической организации «Исламское государство» с целью предупреждения и пресечения возможных террористических проявлений, просит вас принять дополнительные меры по обеспечению безопасности и антитеррористической защиты на вашем предприятии. В мэрии это письмо называют плановым, а панику, которую оно подняло в социальных сетях, вызвало совпадение с фейковой спам-рассылкой в месседжерах о том, что в Башкирию были засланы террористы. Однако МВД уже опровергла информацию, распространяемую по соцсетям, и сообщила, что источники этих слухов вычислены. Нужно отнестись спокойно к плановой работе. Упоминание в письме конкретной террористической организации связано с тем, что на федеральном уровне было заострено внимание, что именно «Исламское государство» представляет сегодня основную террористическую угрозу. Ну а у меня на этом все, и мы переходим к остальным новостям на сегодня.